ребятки краткий обзор машинки попросили я вам покажу но я скажу сразу я не в восторге от этой кофейной машинки у меня когда-то был вариант получше значит сзади тут вставляется вот такая чаша с водичкой иногда ее надо помывать потому что знаете сами как вода делает налетики вот значит машинку можно ставить одинарную чашечку двойную чашечку под чалду и где-то еще у меня была чашечка под фильтр не знаю куда ее вот здесь когда двойная чашечка здесь просто снимается есть две дырочки я себе делаю одну даже если двойную порцию я делаю на одну чашечку поэтому ничего сложного насыпаем кофеечек у меня когда-то была машинка когда которая стоила 39 евро я была ею более довольна чем вот этими машинками которые большие марки хотя не могу пожаловаться но я просто работала в баре поэтому знаете вкус кофе для меня это уже стало как бы символом жизни что-то важное теперь смотрите она у нас уже нагрелась поэтому мы можем делать кофе давайте сразу вам скажу что чашечку я предпочитаю прогреть перед кофе просто налила кипяточек подержала чуток вылила и на слухо вытерла потому как в холодной чашке кофе это не кофе вы знаете как в барах стоят чашечки здесь и машинка постоянно включена она их разогревает это один секрет баристов включаем здесь машинка у меня видите как она немножко дребезжит если ставлю поменьше чашечку она у меня вообще гуляет не и приходится продерживать рукой вот это что мне не нравится в этой машинке но здесь нет ручки зажима она ее магнитом притягивать поэтому тут как бы и все пошел кофе ребята самый обычный куб выключаем вот такой кофеюк с хорошей пенкой переключаем на пар спускаем пар на тряпочку видите пар пошел здесь такая дырочка надо следить чтобы она не забивалась иголочкой а так чтобы был такой звук легко шипящий слушайте по звуку такой маленький наклончик вот буль-буль не должно идти должно идти только шипение поэтому рукой надо регулировать как бы придерживайте и взбиваем взбивается очень быстро молоко особо тоже перегревать не надо оно должно быть горячее ну такое чтобы его можно было посмотрите насколько увеличился у нас уже этого нам вполне достаточно выключаем здесь ручка ходит туда-сюда выше ниже нет только в стороны чуть-чуть подстукиваем давайте это сделаю на такой вот поверхности чтобы показать вам как сбилось наше молочко вот пожалуйста вам пенка для капучино для латте как хотите понравилось машинка мне она не очень нравится так что вам решать стоит она 120 евро бывают и получше после работы обязательно потому как молоко вы знаете она там кристаллизуется дайте выйти остатка молочко и чистому фару и она будет у вас порядочке носик вытерли протерли и галя дома выключаем мы ее спитый кофе выносим на огород у всех есть такая щеточка да я ее специально держу для краски волос но я вот здесь вот обязательно видите остаются остатки кофе очищаю потом тряпочкой все это все дела потому что если будут оставаться остатки кофе у нас просто начнет там образовываться плесень все ребята марочка у меня здесь поэтому написано делайте видите так что вам выбирать